Матч памяти всех одесских футболистов состоялся на стадионе Черноморец. Легенды моряков встретились с ветеранами киевского «Динамо». Поддержать известных игроков пришло не менее 15 тысяч зрителей. Среди них около 4 тысяч детей, которых привезли из разных уголков Одесской области. Дмитрий Богомолов, далее. Такого количества болельщиков в парке Жевченко перед матчами черноморца одесситы не видели уже около пяти лет. Фанатов на трибуны завлекали не только громкие имена звезд, но и заголовок. Матч памяти всех одесских футболистов. А это означало вспомнить всех, кого с нами уже нет. А это такие легенды, как Прокопенко, Лобановский, Попичка, Пласкина, Алискеров, Фурс, Москаленко и многие другие. Одесса сделала большое дело для тех, которые много лет отдали футболу Одессы. Их уже нет с нами. Это большая память для Одессы, для близких, кто пришел в Москву. Я думаю, это надо делать. Мы сегодня действительно собрались почти память тех бывших футболистов, которые не один сезон отыграли и отдали нашим дорогим болельщикам, отдали свои лучшие футбольные годы на футбольном поле. Очень прекрасно, что ветераны черноморца сделали вот такую игру для того, чтобы еще раз доказать, что они помнят, они любят, уважают тех людей, которые делали славу одесскому футболу и которые ушли из жизни. И мы тоже с удовольствием приехали для того, чтобы вместе с ними какую-то маленькую лепту внести в то, что делали те игроки, которые играли за Черноморец и которые своей игрой многие годы радовали своих болельщиков. На игру специально приехали ветераны, которые живут на других континентах. Я действительно специально приехал, я очень волнуюсь, у меня сердце бьется, как будто я первый раз выхожу на это поле. Я действительно первый раз выхожу на это поле, но я раньше, вы же знаете, да, так что очень волнуюсь. Я очень рад, что я вот вернулся и я увидел эту атмосферу людей, которые, которые, я просто, я просто, просто, просто в шоке, в шоке. Настоящий праздник футбола сегодня, да? Настоящий, да. Посмотрите на этот легендарный состав одесского черноморца. Андрей Воронин, Владимир Мусоритин, Денис Колчин, Иван Гицко и многие-многие другие. Они все готовятся к матчу, матчу в памяти всех одесских футболистов. И сегодня действительно настоящий праздник футбола в Одессе. Все трибуны, как видим, уже в ожидании замерли этого потрясающего матча. А в составе киевлян на поле вышли такие звезды, как Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Юрий Максимов, Юрий Роменский, Юрий Дмитрулин, Василий Кардаш и даже одесский обладатель золотого мяча Игорь Биланов. Это ностальгия, конечно, для меня это немножко шок увидеть столько зрителей. Хотел бы поблагодарить в первую очередь болельщиков за то, что они помнят историю спорта и вспомнят историю одесситов наших. Для меня это очень важный матч, потому что это моя жизнь, моя история, моя Одесса. Я никуда не собираюсь с этого города уходить, поэтому здесь у меня так тревожно в груди, потому что я чувствую и вижу, что мы приносим людям радость. С удовольствием, что мы приезжаем, что такие игры делают. Во-первых, это для зрителей, вспомнят былое 90-е, 80-е годы, как играли футболисты. Увидеть, то еще как выглядит, как лица не поменялись, потому что мы уже старые, ноги не бегут. Но стараемся. Ребята все равно в порядке. Да, ну я же говорю, техника осталась, только уже ноги надо поменять. А так голова думает еще, но ноги не бегут. В итоге команды «Легенд» разошлись с миром 3-3. Открыл счет Киевлян Михайличенко, удвоил Еремчук. Перед перерывом Воронин один гол отыграл. Во втором тайме Бондаренко сравнял, а тот же Воронин красиво перебросил Романенко и вывел Одесситов вперед. Но Демьяненко успел спасти «Динамо». В серии пенальти победили гости, благодаря незабитым 11-метровым от Мусолитина и Ищека. Очень приятно, благодарность всем и каждому, что сегодня пришли. Погода прекрасная, пришли поддержать, посмотреть на нас. Праздник действительно хороший. Я считаю, что такие надо встречи, по части мероприятия делать. Мне в войне приятно приехать домой и сыграть опять на родном стадионе, на котором я никогда не... Один раз сыграл в том году, два года назад. В память лица маларя. Вот и сейчас я просто счастлив. И что скажете по моментам? Вы все-таки иногда жалеете соперника, стараетесь пара сириизировать. Там в команде шесть тренеров, которые меня тренировали в сборной Украины. Я поэтому так пока спокойно на лайте. Большая, хорошая, приятная атмосфера. Все для людей. Это очень большой праздник для Одессы. Мне приятно, что народу столько пришло сегодня. Этот праздник для них всех. Добавлю, что идея проведения матча принадлежит первому тренеру Ильи Цимбаларя и спортивному журналисту, радиоведущему из Нью-Йорка Эдуарду Лучину. Когда мы провели матч в памяти Ильи Цимбаларя, я говорю, ушел не только Ильюша, ушло очень много людей. Ушло очень много людей. Причем звезд одесского футбола. Почему бы не провести матч в памяти их и показать их? И это хорошая идея. Короче, я вам должен сказать, что вот Саша Никифоров, Григорий Бибергал и другие люди, которые помогали в организации этого матча, они подхватили эту идею. И я очень счастлив. Очень счастлив. Понимаете, то, что я мог помочь, вот я помогал, как я мог. Но я специально прилетел из океана, чтобы участвовать вот в этом матче. Понимаешь, мало того, мало того, мало того, дело в том, что совпало с тем этот матч, что выходит наша книга, моя и Сергея Мартынова, об истории футбольного клуба «Черноморец». На следующий день после игры ветераны высадили деревья в сквере футбола на маршала Жукова и презентовали книгу про историю одесского футбола. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». «Репортер» «Репортер» Продолжение следует...